Полуторатонный бык-гигант ростом с баскетболиста, корова, дающая по 40 литров молока ежедневно. И кто после этого скажет, что на фермах нет ничего интересного? В этом выпуске вы узнаете, на что способны животные-рекордсмены, а также о том, как их выращивают. Никерс Ферма – это то место, которое не испытывает снисхождения к тем или иным животным. По крайней мере, так думает большинство. Однако в истории есть случаи, когда опровергают эту теорию. Чего далеко ходить? Возьмем Никерса. Так зовут уже ставшего легендарным быка, который выделяется на общем фоне своими габаритами. Он настолько большой, что в высоту будет крупнее даже знаменитых баскетболистов. В холке он стремится к двум метрам, а весит под полторы тонны. Обычно столь больших созданий сразу же отправляют на бойню, но Никерс стал исключением из правил. Хозяин посчитал, что пускать его на мясо было бы кощунством. Природа одарила бычка невероятной особенностью, крупными габаритами и уникальным окрасом. Так давайте наслаждаться этим, пока у нас есть возможность. Хозяин не стал продавать Никерса, хоть ему и предлагали много денег. А также не захотел расправляться с ним лично. Ходили слухи, что бык так сильно вырос, что никакие технологии уже не могли с ним нормально справиться. Был риск поломки, поэтому громилу и оставили. Но я все же верю в благородство человека. Время на ферме шло, а Никерс все крепчал. Он был кем-то вроде вожатого для остальных коров. Дамы очень любили его, вечно следовали по пятам, а он успешно слушался хозяина и тем самым помогал ему вдвойне. Нельзя не отметить и такой плюс, как габариты Никерса. Благодаря им хозяин фермы всегда может разглядеть свое стадо на любом расстоянии. Этого черно-белого быка вы заметите даже ночью. К сожалению, в силу нераскрытых обстоятельств, легендарный бык не в состоянии дать потомство. Поэтому не факт, что в ближайшее время родится кто-то, хоть отдаленно на него похожий. Зато с общественностью поделились другими данными. Данными по теме такого роста у бычка. В связи с врожденными особенностями у Никерса наблюдалась недостаточная выработка гормонов. Это и отключило механизм регулирования интенсивности роста с последующим его прекращением по достижении нормы. Между тем, у этого красавца отменный аппетит. Ежедневно он поглощает 30 килограммов зерна и травы. Ставьте лайк, если вам тоже стало жалко кошелек хозяина фермы. Блоссом. Но не только быки могут вырастать до удивительных размеров. Коровы тоже не остаются в стороне. И на арену выходит красавица Блоссом. 190 сантиметров от земли до загривка поразят каждого. Эта зверюга галштинской породы жила в американском штате Иллинойс. И была знаменита тем, что в день давала 40 литров молока. Чтобы вы понимали, показатели обычных коров в лучшее время меньше в целых два раза. Ученые с разных концов земли тут же заинтересовались этой особью и захотели исследовать ее. Узнать, как можно добиться чего-то подобного. Ведь, по их мнению, это именно то, к чему и должно стремиться сельское хозяйство. Получилось ли у них что-либо о ней узнать, непонятно. Ведь корова ушла на тот свет в 2015 году. За свою жизнь она успела стать одной из самых высоких коров в мире, влетев даже в Книгу рекордов Гиннесса. На тот момент ее высота составляла 193 сантиметра. Никерс, Блоссом – все это уникальные создания, один на миллион. Но как быть людям в обычных условиях? Какую корову, например, им стоит рассматривать, если они хотят получить с нее наибольшую выгоду? Что ж, одной из крупнейших пород в мире является Кианская. Ее родоначальники появились аж в 1500 году до нашей эры, о чем свидетельствуют различные рисунки и летописи. В самом начале их использовали как жертвенный скот. Позже, с появлением Римской империи, цели и задачи поменялись. Рогатый скот приспособили в качестве тягловой силы, что обусловило жесткий, а порой и жестокий отбор. Для тяжелой работы годились только крупные, мускулистые животные с крепкими ногами и очень покладистым характером. Сформировавшихся белоснежных гигантов воспевали многие поэты древности, а их образы увековечили в виде античных скульптур. Прошло еще немного времени, и даже необходимость запрягать их в плуг у людей тоже отпала. Теперь им ничего не оставалось, кроме как использовать породу в качестве первоклассного источника мраморной говядины. Ну а чего вы хотели? Не пропадать же здоровому 180-сантиметровому быку с весом под полторы тонны. Молодняк этих созданий так быстро развивается, что набирает по одному-два кило каждый день. Однако стоит учитывать, что для молока они не подойдут. Оно полностью расходуется ими же для питания своих детенышей. Бережное отношение к телятам и фантастический генетический фон заставляют многих фермеров буквально охотиться за коровами этой породы. Не зря она считается национальной гордостью целой Италии. И раз уж я заговорил о фермах, о том, кого они ищут и кого выбирают, давайте узнаем, как именно выглядит процесс разведения животных. Оставайтесь, будет интересно. Помещение. Любой бизнес, будь то кофейня или бухгалтерия, стоит начинать с выбора помещения. Ферма не исключение. Даже наоборот, она, как никто другой, нуждается в подходящем месте. Для ее организации необходимо как минимум одна тысяча квадратных метров. По стандарту на одну корову должно приходиться 20 квадратов, а на теленка 10. Этого хватит для размещения склада, летнего загона, коровника, инвентаря и базы для кормов. Сами фермы строятся из разных материалов. Обычно это кирпич, ракушечник или саман. Полы на фермах почти всегда деревянные. Так проще и в то же время теплее. Оборудование. Как только территория возведена, приходит время установки оборудования. Каким бы умелым и сильным ни был человек, в одиночку он вряд ли сможет обслуживать целую крупную ферму. Поэтому, если речь идет про молочку из 50 голов, без автоматов не обойтись. Это повысит стартовые расходы, но в итоге позволит оптимизировать основные рабочие процессы и сэкономить на оплате труда многочисленного штата сотрудников. Первое, что стоит закупить, это стойло из цинковых труб. Затем приобретаются весы, доильный агрегат и молокопровод, резервуар для нашего будущего клада, а также все необходимое для кормления коровок. То есть соски, кормушки, лотки, ведра и подогреватели. И если по предварительным расчетам вы подумаете, что уже заплатили много, этот бизнес не для вас. Ведь все основные деньги уйдут именно на закупку скота. Молодняк стоит примерно 265 долларов за особь. Молочная дойная корова от 850 долларов. То есть стартовый капитал на стадо из 50 голов составляет примерно 40 тысяч долларов. Важно понимать, что покупая большую часть молодняка, вы сэкономите деньги, но сроки реализации существенно расширятся. Питание. Корма для коров будет нужно много. Даже если они не рекордсмены и не представители выдающихся пород, в среднем на одну особь вы будете тратить порядка 16 килограммов корма в сутки. Содержание быков. С бычками дела обстоят чуточку иначе. В их случае особую роль играет качество и принцип их содержания. В теплый период года им нужен ежедневный выгул. Постоянно держать в стойле таких особей не рекомендуется, хотя так вес они набирают очень быстро. Заточение делает их агрессивными и способствует различным заболеваниям. Также важно держать их дом в полной чистоте, ведь лишь в этом случае мясо будет получаться самым нежным, вкусным и качественным. Если все-таки выбирается способ содержания быков на привязи, то нужно позаботиться о качественном оборудовании, так как они могут проявлять агрессию. В стойле особи должны быть хорошо закреплены. Плюсы этого метода – у фермера появится возможность оценивать состояние животного, делать различные замеры и ветеринарные осмотры. Но опять-таки, как бы вы не выбирали ухаживать за созданиями, критически важно подобрать верные породы на свою ферму. Герефордская, например, распространена по всему миру. Ее явным плюсом является быстрая акклиматизация и адаптация к новым условиям. Эти коровы хорошо растут, а также известны славными показателями репродуктивности. Абердин-ангузская – еще одна порода, которая пользуется спросом. Она отлично акклиматизируется в различных географических зонах, отличается компактным телосложением и скороспелостью. Шаролесская же требует немного больше времени на полное созревание – порядка двух лет, однако за более длительный срок она обрастает и более сильным телом ярко выраженного мясного типа. Лимузинские особи выделяются выносливостью, и вместе с тем они совершенно неприхотливы в уходе и имеют высокую плодовитость. В общем, как вы понимаете, пород есть много, и это была лишь малая их часть. Каждая из них подходит под свои климатические условия и выделяется какой-то конкретной особенностью, которая может быть полезна и актуальна разным фермерам в разных ситуациях. Если правильно за ними ухаживать, они при любом раскладе, кем бы ни были, дадут много молока и хорошего мяса, а также не будут болеть. Кстати, вы знаете, чем отличается кормление обычных коров и быков от особей гигантов? Дело в том, что если бык или корова родились огромными, с большой долей вероятности они имеют слегка иной генетический фон. Важно сдать кровь создания на ДНК-анализ и посмотреть, какие гормоны у него преобладают или наоборот отсутствуют. В таких случаях фермеры не используют классические корма, а лично собирают их из различных полезных ингредиентов. Делают так, чтобы их верный друг рос и процветал без каких-либо сопутствующих проблем. А сейчас я покажу вам самые редкие породы кошек, которые вас точно удивят. Начнем с кошки, встретить которую большая удача. Как-никак, многие эксперты называют именно сококе самой редкой породой кошек на свете. Они также известны как Сокоук и Ханзонзо. У кошки сразу две родины – Кения и Дания. Все потому, что появилась порода в Африке. Она возникла в Кении на основе местных африканских кошек. В Данию эти коты попали в 1984 году, после чего в стране начали их разводить. Всего через несколько лет породу признала Международная Федерация Кошек. Сококе обладают яркими внешними данными. В первую очередь, это гибкое и стройное тело, а также длинные лапы. Что касается лап, то задние у сококе длиннее передних, отчего кажется, что эти коты ходят как-то необычно и странно. Сококе – красивые и интересные кошки, но у них есть один недостаток. Слабая нервная система. Сококе склонны к нервным расстройствам. Эти заболевания передаются по наследству. На свете есть немало пород кошек, которые посоперничали бы с Сококе за звание самой редкой, но дракон Ли – отличный кандидат. Пока одни считают Сококе редчайшими котами в мире, другие указывают именно на этих китайских кошек. Собственно, из-за Китая эти пушистики и получили свое драконье название. Есть у них и другое имя – Ли Хуа и Ли Мао. Помимо того, что дракон Ли – крайне редкая порода, она еще и достаточно новая. В качестве породы эти коты дебютировали в 2004 году. Хотя редкость – редкость и рознь. Например, в родном Китае драконы Ли считаются достаточно распространенными животными. Но за пределами Поднебесной они действительно встречаются очень нечасто. В одних только штатах насчитывается лишь четыре породистых дракона Ли. Это о многом говорит. Многие даже считают, что за пределами Китая невозможно приобрести породистого дракона Ли, и в это охотно верится. Что удивительно, при всей своей исключительности, внешне дракон Ли выглядит чуть ли не как обычная дворняка. Этого нельзя сказать о следующей удивительной кошке из этой подборки – Кхаомани из Таиланда. Одного взгляда достаточно, чтобы понять – эта порода по-настоящему уникальная. Это не фотошоп. У этих кошек действительно разные глаза. Все потому, что у них гетерохромия, особенность, при которой радужная оболочка правого и левого глаза имеет различный цвет. Эта особенность, кстати, встречается и у людей. Однако не у всех кхаомани есть гетерохромия. Просто у этой породы такая особенность встречается чаще, чем у других котов, из-за чего в интернете обычно можно увидеть фотографии именно таких разноглазых пушистиков. Хаомани – игривые и любопытные питомцы. К хозяину они привязываются очень сильно и не переносят долгой разлуки с ним. Они очень часто любят мурлыкать и общаться со своим хозяином. Знаю, многие из вас уже захотели завести себе такого красивого и разговорчивого кота. Но сделать это будет крайне трудно. Чистокровного представителя породы можно приобрести только в Таиланде и в редких случаях в Европе. Лаперм. Коты бывают разные. Бывают очень пушистые, бывают гладкие, краткошерстые или вообще лысые. А бывают и такие кудрявые. Кучерявая шубка – главная отличительная черта лапермов – американской породы кошек. Что удивительно, при всей своей кучерявости они почти не линяют. Лаперм отличает не только необычная шерсть, но и невероятный характер. Это идеальная кошка. Лаперм обнимет, поцелует и потрется о каждого встречного человека. Он считает это своим долгом. Если вы уделите лаперму хоть немного внимания, он будет считать вас лучшим другом. Эти ребята абсолютно неконфликтные и любят всех – взрослых детей, других котов и даже собак. Добрый кот Леопольд наверняка был лапермом. Жаль только, что эти добряки редкие. Отыскать и завести настоящего породистого лаперма – задача не из простых. Ребята, давайте жить дружно. Ликой Я тут только что упомянул Леопольда, и Ликой – это хороший пример действия озверина в реальном мире. Ну а если без шуток, то Ликой – достаточно странная порода кошек. Их еще называют котами-оборотнями. Кажется, что у Ликоя какое-то кожаное заболевание, но на самом деле это природная мутация, закрепленная селекцией. Из-за этого кот выглядит странно, облезло, неряшливо и даже немного жутко. Но на самом деле эти коты страшненькие только снаружи. Сами они ласковые, добрые и дружелюбные. Эти питомцы ориентированы на людей, поэтому легко найдут общий язык с любым хозяином. Турецкий ванн Если вам больше по душе большие и пушистые коты, нежели оборотни в обличии кошки, то вам может подойти турецкий ванн. Но не забывайте, эти коты тоже редкие, поэтому придется потрудиться, чтобы цепануть породистого пушистика. Турецкие ванны мускулистые, элегантные и большие. Представители этой породы пропорционально сложены и производят впечатление сильных животных. Интересен окрас этих животных. Это тот случай, когда в одной кошке могут быть все типичные кошачьи цвета. Рыжий, белый и черный. К слову, разнообразие цветов прослеживается и в глазах. Как и тайские кхаумани, турецкие ваны часто подвержены гетерохромии, поэтому встретить этого пушистого турка с разноцветными глазами – обычное дело. Еще одна интересная черта этой кошки – любовь к воде. В отличие от многих других домашних хищников, которые не переносят воду, турецкие ваны не просто нормально к ней относятся, но и буквально наслаждаются плаванием. Гавана Гавана или Гавана Браун – это по-настоящему редкая кошка. Порода была выведена в Англии в середине прошлого века путем скрещивания между сиамскими и черными британскими кошками. Спустя всего несколько десятилетий популяция стремительно сократилась. До конца 90-х годов число питомников, разводящих эту породу, не превышало 12, а число кошек и котов породы Гавана в мире не превышало 130. Эта кошка явно могла бы возглавить список исчезающих кошачьих пород. К счастью, в последнее время популярность породы растет, да и сама Гавана уже не находится в столь критическом положении. Однако она все еще остается одной из самых редких пород в мире. Кошка может стать уникальной не только из-за малочисленности или исключительности своей породы. Необычной может стать и какая-то конкретная особь. Например, Мейн-кун с человеческим лицом – двуликая кошка или коты, у которых подписчиков в соцсети больше, чем у многих топовых блогеров. Давайте взглянем и на них. Валькирия К сожалению или к счастью, эксперименты по скрещиванию животных и людей запрещены. Но если бы существовал гибрид кошки и человека, то он выглядел бы примерно как Валькирия. Этот Мейн-кун стал звездой интернета благодаря своей уникальной внешности. Еще бы, ведь лицо у кота и впрямь человеческое. Еще больше необычную внешность Мейн-куна подчеркивает впечатляющий окрас черный дым. Удивительно, что при этом у братьев и сестер Валькирии внешность обычная, поэтому объяснить странный человеческий внешний вид пушистика не в силах даже опытные ученые. Безусловно, Валькирия выглядит очень необычно, но, как по мне, еще необычнее выглядит Венера. Может сложиться ощущение, что здесь не обошлось без монтажа, фотошопа или хотя бы банального грима, но нет, это самая настоящая кошка, которую называют двуликой. Венера – обладательница редкой генетической аномалии, которая разделила мордочку животного ровно пополам. С левой стороны Венера рыжая, а ее левый глаз ярко-синий, в то время как справа кошка черная с золотисто-зеленым глазом. Причина такой удивительной красоты – химеризм, при котором в одном организме присутствуют генетически разнородные клетки. То есть в теле Венеры одновременно существуют гены двух кошек – ее самой и ее брата-близнеца, которого она, видимо, поглотила в утробе матери. Ученые уже не раз сталкивались с химеризмом в мире животных, но настолько идеальный и симметричный химеризм они видели впервые. Венера – это буквально кошка один на миллиард, поэтому неудивительно, что у нее множество фанатов в соцсетях. Нала Кошка, которую книга рекордов Гиннесса признала самой популярной в Инстаграме. У нее четыре с половиной миллиона подписчиков. Многие блогеры годами трудятся, делают интересный контент и тратятся на рекламу, чтобы достичь таких цифр, а ведь достаточно было родиться красивой кошкой. Карьеру Налли сделали ее невероятно выразительные глаза, а также умение позировать на камеру. Если бы в мире котов были модели, то Нала была бы среди них неоспоримой звездой. А теперь я покажу вам самые редкие и смешные моменты с животными, снятыми в зоопарке. Многие из нас представляют медведей как крайне опасных, злых и агрессивных хищников, но на самом деле они добряки. По крайней мере, этот косолапый. Смотрите, как он приветствует посетителей и машет им. Потом к нему подходит сородич. Видимо, он делает ему замечание, чтобы тот не общался с людьми, но добряку все равно. Как только сородич уходит, милый гризли продолжает махать людям. Приматы – крайне умные создания, которые регулярно доказывают это на деле. Например, эта самка орангутанга подошла к беременной девушке, села возле стекла и просто не могла оторвать глаз от ее живота. Она прекрасно понимает, что такое беременность, поэтому очень рада за посетительницу зоопарка. А этот примат пошел еще дальше. Девушка подошла к самцу, чтобы показать, что в ее семье скоро ожидается пополнение. Поздравить девушку словами орангутанг не смог, но зато поцеловал ее в живот через стекло. Как по мне, это удивительный момент. Гориллы способны удивлять не меньше. Эти приматы хорошо обучаются языку жестов. Одна только легендарная горилла Коко чего стоит. Этот самец тоже знает язык жестов. В его вольер бросили дольку апельсина, он ее съел, но потом сказал на языке жестов, что подкармливать его нельзя. Просто невероятно, что горилла сама знает и понимает правила зоопарка и предупреждает посетителей, чтобы те их больше не нарушали. Но не все обезьяны такие милые и заботливые. Есть настоящие проказники, и их в зоопарках обычно куда больше. Вот и один из них. Группа туристов находилась в контактном зоопарке возле небольшого ограждения и наблюдала за приматами. Как вдруг один из них решил забраться к туристам. Парень решил воспользоваться этим, чтобы сделать фотку, но это был коварный план обезьян. Одна напала на него, а вторая быстренько отобрала шоколадный батончик. А схема-то рабочая. Еще одни умные животные – это слоны. Как и приматы, они хорошо и быстро обучаются самым разным вещам. Например, этот слон решил стать барабанщиком. Он внимательно наблюдал за тем, как мужчина играет на инструменте, все проанализировал и решил попробовать сам. Слон придвинул барабан и хоботом отбил несколько ритмичных ударов. Как по мне, получилось отлично. Осталось найти слонов-гитаристов и слона-вокалиста, и можно основывать рок-группу. Порой животным приходится делить вольер не только со своими сородичами, но и с животными других видов. И это может подарить много необычных моментов. Например, здесь в вольере обитает сразу много животных, в том числе слоны и птицы. Для слоненка это отличный повод повеселиться, гоняясь за птицами. Ну а для птиц – лишний повод для разминки. Похоже на детскую игровую площадку, правда? А в этом случае игры уже не детские. Вольер делят медведи и волки. Эти животные и в дикой природе иногда гоняются друг за другом. Поэтому было неизбежно, что такое произойдет и в неволе. Правда, здесь они не преследуют цели прикончить и съесть друг друга. Догонялки у них дружные и веселые. Хорошо, что вольер у них очень просторный, поэтому места для игр хватает всем. И все же, игры со своими сородичами обычно веселее. Эти шимпанзе занимаются именно этим. Это карликовые шимпанзе Бонобо и они... И напоследок взглянем на еще один перформанс, который исполнил Ленивец. Как вы понимаете, быстрых движений, как в случае с выдрой, ожидать не придется. Ленивец решил повеселить посетителей и прополз по канату из одного вольера в другой. А вообще я погорячился, сказав про то, что скорости ждать не стоит. Как по мне, это создание движется очень даже уверенно и быстро. По крайней мере для Ленивца. На этом все. Напишите в комментариях, какой случай удивил вас больше всего. А если было интересно, то подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Спасибо за просмотр.